Спортивный костюм из велюра. Это всегда нелегкая задача, но если делать все правильно, то каждый с этой задачей может справиться. И сегодня, давайте сейчас мы с вами рассмотрим поближе костюм, я расскажу о том, как правильно работать с велюром, как правильно его кроить, как правильно его утюжить, чтобы у нас с вами не было лаз, чтобы мы не заминали с вами все ворсинки, которые есть. И давайте рассмотрим вначале костюм. Чем же он отличается от наших костюмов, которые мы шили? Конечно, каждый костюм, он по-своему хорош. Что сделали в этом мы? Сделали горловиду в виде бомбера, змейка, замочек, кокетку сделали на полочке серенького цвета и кокетку сделали серенькую по спиночке. Рукава. Здесь у нас, как вы видите, два вида велюра. На рукавах мы сделали в виде лепестков из серой ткани и здесь у нас открытые срезы. Просто двумя параллельными строчками мы все соединили с основной тканью. И карманы. Карманы тоже интересные, мне очень они нравятся. Значит, клапан, он смещен по отношению к кармане. Карман, отрезная деталь, во-первых, здесь, куда вшивается клапан, вшивается верхняя часть кармана, средняя часть кармана, то есть та часть, которая идет к линии середины переда. Видите, здесь даже у нас нет строчки, потому что я его отвернула, прошила, потом завернула. Здесь у нас подгиб цельнокроенный, то есть не прошивается, вот здесь шва у нас никакого нет. И по линии низа карман подгибается вместе с низом изделия. Значит, смотрите, клапан смещен по отношению к переду. Для чего? Для того, чтобы нам удобно было пользоваться этим карманом. Если его расположить так, чтобы он был одинаково, ну, во-первых, будет не так интересно смотреться. Во-вторых, мы полностью избежали таким образом наслоения ткани и излишнее утолщение, которое нам не нужно. И прекрасно рука, у нас ничего не мешает, входит, выходит, все замечательно, все хорошо. Сейчас мы этот костюмчик с вами рассмотрим еще на столе. Я кое-что расскажу, покажу и посмотрим, конечно же, костюм на мне. Костюм, значит, на резиночке. Карманы, смотрите, вот такие мы сделали. У кого есть животик, у кого бедра широкие и так далее, рекомендую вам не делать вот такие косые карманы, а делать именно скругленные, вот такие, как на джинсах. Почему? Когда мы с вами одеваем, и если большой размер, ну, брюки не хочется вот здесь делать громоздкими большими. Поэтому, когда идет растяжение, давайте я сейчас растяну и вам покажу, чтобы было понимание. Когда мы вот так вот все растягиваем, сейчас тут расправлю, одеваем, то, смотрите, ничего у нас вот здесь вот не вываливается. А карманчик тоже располагается, все четко прилегает, все хорошо, ничего не мешает. Здесь у нас резинка, пояс пришивной, сделали лампас, ну, лампас не до самого низа, а соединяли, по линии низа выполнен манжет. Всегда задающийся вопрос, какой расход ткани? Расход ткани можно взять полтора метра и полтора метра, то есть два вида велюра, два разных цвета. Камера не передает, насколько красивый этот велюр, он очень благородный, очень красивый цвет, пыльная роза с немножко таким сереневатым отливом, скажем так, пыльная роза. И меланж серый, не очень он, ну, ворс я имею ввиду большой, что нам облегчает работу. Оба эти велюра из интернет-магазина Тори Ткани, ссылочку вам обязательно оставим в описании. Здесь хорошая ширина, метр девяносто и производство Турция. Прекрасно с ним работалось, прекрасно с ним утюжилось, но только утюжить нужно тоже правильно. В магазине Тори Ткани огромный выбор тканей, огромный выбор трикотажей, все очень хорошего качества, поэтому заходите, выбирайте. Те, кто будет посещать магазин впервые, рекомендую вам оставить промокод ткани женщина, и вы получите в магазине скидочку, это всегда приятно. Моделировать мы с вами будем брючки, на что я обращаю ваше внимание, ну, еще раз показываю на карманы, еще раз повторяю, если большой размер, не делайте, чтобы у вас была большая присборка, за счет эластичности делайте его, ну, на пару сантиметров вы можете сделать свободнее, я имею ввиду по линии талии, и тогда будет и посадка мягкая, и хорошо все будет смотреться. Вот, карманы, а, давайте вот посмотрим сзади, значит, смотрите, сзади выполнена кокетка. Какая цель этой кокетки? Мы ее будем делать немножко меньше по размеру, чем по ширине, да, вот здесь вот. А потом, за счет того, что у нас все стрейчевое и хорошо тянется, здесь будет небольшая припосадка, которая не будет видна, и при этом очень удобно, ну, то есть красивые ягодицы смотрятся так, скажем, вот, резинку, если вы делаете вот такую вот резиночку, а она у меня здесь одна, да, обращаю внимание, вот у меня вход, и здесь у меня резинка вставлена, если нужно ее поменять, ее поменять возможно, возможно расточать и так далее, но обязательно, чтобы у вас вот эта вот одна резинка, которую вы вставляли, не перекручивалась, нужно зафиксировать, я зафиксировала, чтобы она вот, ну, не скручивалась, да, зафиксировала, вот у меня шов спереди, вот у меня шов боковой, все утапливается вот сюда, ничего не видно в велюре, все замечательно, и, то есть, ну, 4 вот таких вот момента. Карман, чтобы не было утолщения, я тоже это и при раскрое говорю, кто-то досмотрит, кто-то упустит, значит, я, смотрите, сделала здесь из основной ткани, ту часть, которая у нас видна, а внутреннюю часть я сделала из трикотажа, который у меня был, я подобрала, видите, вискозный трикотаж, тоненький, что позволяет и удобство, растяжимость одинаковая, и при этом, ну, это даже чуть больше тянется, при этом очень хорошо и удобно, нет лишнего утолщения. По боковым срезам, вот здесь, вот, смотрите, карманы я зафиксировала таким образом, что они у меня вот повернуты, и до самого края кармана, вот здесь в боковом срезе, да, я сделала вот такую строчку, зафиксировала. Можно сделать до низа, до низа я делать не стала, в этом нет необходимости. Почему не стала? Здесь я зафиксировала, чтобы было вот это вот, ну, никуда карманчик наш не поворачивался, а вот здесь не стала фиксировать, чтобы не было излишней такой жесткости, чтобы он был мягенький и хороший. Так, теперь кофта. Еще раз повторяю, что карман, смотрите, здесь у нас нет шва, самое главное, чтобы вы утюжили на меху или на каком-то велюре, который имеет больше ворс. Вот, раскрой, только в одном направлении у нас, вот у нас, видите, второе направление, ворс смотрит вниз, и утюжим, подкладываем мех, утюжим вот таким образом, то есть по изнаночной стороне, для того, чтобы у нас не оставались следы от утюга. То есть очень такая работа, ну, есть над чем поработать, но результат порадовал. Можно не делать борт, вот здесь вот, я не стала его делать, чтобы тоже не было вот утолщения никакого. Вот так вот мы обработали, выполнили воротничок, переход, и все смотрится хорошо и достойно. Рассмотрите, как этот костюм смотрится. Я его сшила не на себя, но похожая фигура, похожий рост, приблизительно плюс-минус такие же мерки. Мне костюм очень нравится. Вот он хороший, он такой самодостаточный, прекрасно и хорошо будет дополнением серая футболочка, когда мы расстегиваем. Сейчас я поправлю микрофон. Когда мы расстегиваем и ходим в расстегнутом виде, то не хочется туда под низ надевать там что-то черное, голубое, розовое и так далее. А серого цвета футболочку найти очень-очень легко. Сейчас начнем моделировать. Я взяла выкройку брючек спортивных. Потом я поменяю немножко уже при самом раскрое. У меня здесь они такие вот фигурные. Я сделаю более спрямленный силуэт вот в линии колена. Технический рисунок наш. Сами брючки спортивные до линии талии. Я сделаю посадку немножко ниже. То есть, что я сейчас делаю? Величину пояса я убираю. Ну, 4-5 сантиметров, да? Вот визуально. Я беру, снимаю. И здесь, и здесь. То есть, вот здесь у меня уже высокая посадка. Я потом, ну, могу уже откорректировать. Если я захочу, я сделаю еще немножко ниже. И вы то же самое можете сделать примерку. То есть, вот я поясок пока срезала, и он у нас будет потом кроиться. Заднее полотнище. Что я хочу сделать здесь? Здесь я хочу сделать кокетку. Кокетка, она, во-первых, будет красиво смотреться. И я беру, вот именно к боковому срезу, вот так вот провожу линию. У вас она может быть абсолютно-абсолютно разная. Я взяла, лекала и полекала, провела и скруглила к боковому срезу. То есть, она у меня будет вот такая. Здесь я сделаю сгиб. И еще для лучшей посадки, поскольку у нас будет пояс, будет присборка, я хочу что сделать? Смотрите, я вот здесь вот, когда ее отрежу, потом уменьшаю, ну вот так вот, на сантиметр, на полтора срезаю. Кокетку делаю меньше. Что я потом делаю? Когда у нас будем мы сшивать, я саму кокетку чуть-чуть как бы натягиваю, и у нас вот эта часть припосадится, и будет округлой ягодицы. То есть, это очень хорошо. Это мы так можем сделать при работе с трикотажем. Если у вас более такая плотная ткань, меньше растягивается, то можно потом добавить вот здесь маленькую выточку. Вот буквально она маленькая, но тоже она даст хорошую посадку. То есть, поэтому я здесь срежу, здесь выполню сгиб, здесь у нас остается шов. Длина. У меня длина до самого низа. Я тоже потом срежу уже при раскрое. Ну, могу и сразу. Срезать, допустим, вот так вот сантиметров пять. Я срезаю, здесь будет у меня манжет. Я буду пришивать манжет по линии низа. Кто хочет, пожалуйста, не пришивает манжет, делает под резинку, тогда вы добавляете ткань. Еще я имею в виду, что по линии низа, если будет подгиб и резинка, тогда мы добавляем. Значит, заднее полотнище у меня готово уже к раскрою. По переднему полотничью я делаю следующее. Делаю карман. Значит, какой величины будет карман, да? То есть, мы сами с вами определяем. Сейчас что я делаю? Я откладываю по боковому срезу, вот от бокового среза к центру, откладываю восемь-девять сантиметров. Карман может быть абсолютно разным. Мы его можем нарисовать вот таким, мы его можем взять вот отсюда. Ну, то есть, это уже ваше желание. Может просто быть скошенным, как хотите. Что я сейчас делаю? Я откладываю восемь-девять сантиметров. Ну, семь у меня здесь получилось. Вот так, давайте, семь. И смотрю, чтобы у меня входила рука и оставался еще запас. И здесь я беру, ну вот я даже думаю, смотрите, я скорее всего даже вот так вот больше его сделаю. Почему? Сейчас даже обосную. Во-первых, такой карман не оттопыривается в боковом срезе, потому что он вот здесь вот закрепляется. И я же хочу еще сделать все-таки отрезную часть и другую ткань. Да, вот здесь у меня будет как лампас. Ширину лампаса буду делать сантиметров пять. Это я ее тоже потом буду срезать. И теперь смотрите, я прорисовываю карман. Раз уж я начала так его прорисовывать. Смотрите, я отступила 12 сантиметров. А здесь я его сделаю сантиметров девять-девять с половиной. И вот так вот он у меня пойдет вот такой закругленный. Рука входит, все хорошо, все замечательно. То есть вот он у меня, да? Это не те линии. Сейчас я возьму другой маркер. Все зависит от вашей руки, от размера руки. Чтобы рука входила, было удобно. И теперь прорисовываю сам карман. Ну, сам карман, смотрите, я его делаю таким, чтобы он был удобным. Чтобы он был удобный, чтобы была глубина, та, которая мне нужна, чтобы рука туда входила. Вот смотрите, я беру руку, прикладываю, я вижу. Вот, мне надо ниже. Да, и теперь я могу тоже взять, использовать лекало. Ну, давайте карандашом сначала все-таки проведу. Так, ну, и вот так, да? Вот у меня получится, например, вот такой вот, вот такая мешковина. Смотрите, рука входит, сильно глубокий он тоже и не нужен. То есть, это я уже прорисовала мешковинку, и вот эта часть тоже будет отрезаться. Карман потом мы можем с вами тоже вырезать. Значит, смотрите, что у меня здесь. Это у меня цвет, здесь сухая роза, да? Кто захочет, сделает и вот здесь. Цвет добавит либо сухая роза, либо серый. Ну, это уже тоже по вашему желанию. Манжеты можно разного цвета делать. Пока тоже откладываю. То есть, у нас получается, лампас идет не до самого верха, а именно, смотрите, вот здесь до карманчика мы его сшиваем, а потом уже отрезаем. Можем сделать до самого верха, а потом уже при работе срезать. Так даже будет удобнее. Смотрите, когда мы вот так вот с вами сошьем, а потом будем уже обрабатывать карман. И потом вот этот вход будем срезать. Так будет лучше. Поэтому я тоже буду отрезать до самого верха кофта. Когда я пересняла вытройки, значит, очень часто мы с вами подвязываемся к чему? Ну, вот у нас полочка. И вот у нас спинка. Мы смотрим о том, какая у нас будет горловина. Я хочу горловину сделать в виде бомбера. Поэтому тоже пока смотрим на величину. Вот смотрите, здесь у меня получается, ну, я возьму сантиметров, наверное, 12 с половиной. Вот так вот, 12 с половиной. То есть я сейчас беру вот середину и расширяю 12 с половиной, потому что у меня еще будет пришиваться вот воротничок. И на сантиметр углубляю. Это тоже зависит от размера, с которым вы работаете. Плечевая линия, она может быть и чуть-чуть приспущенная. Может быть, вот такая. Значит, то же самое я делаю по горловине полочки. Значит, там было у меня 12 с половиной сантиметров. Я прикладываю здесь, я беру меньше, здесь я беру 12. То есть на 5 миллиметров меньше. Углубление, насколько будет глубокий вырез, тоже смотрите. Ну, вот у нас получается вот здесь, да, допустим, уже пойдет вот так вот. Вот, вот воротничок. То есть можем мы выше, можем ниже сделать. Поэтому сам вот этот вырез, вот я сейчас беру его, прорисовываю. Приложите его к горловине. Это самая простая выкройка, поэтому у нас там горловина тоже расположена. Вырезать можно, посмотреть, приложить к себе. Если вам все подходит, оставить. Если вы хотите что-то изменить, кто-то углубляет, кто-то уменьшает, уже при раскрое. Это все будет понятно. Теперь дальше я хочу здесь от линии горловины, ну, выполнить такие в виде кокетки. Вот, вот так вот я отрезаю под наклоном. И здесь у меня будет серый цвет. Вот так вот я подписываю. Дальше будет отрезная деталь. Вот она идет отрезная. И здесь располагаются карманы. Но теперь я говорила о том, что все подвязывается к замку, к молнии. Поэтому я вот так вот беру сейчас и смотрю, а что же у меня получается по длине. Вот смотрите, четко, как будто я промеряла. Все замечательно. Только вот здесь вот я еще потом прибавлю на подгиб. А так замочек прекрасно вшивается, все хорошо. То есть все, эта длина меня устраивает. А вы тоже возьмите замок свой, померите. Возможно, вам будет там нужно, я не знаю, на сантиметр удлинить, на сантиметр убрать. Ну, убрать вообще не проблема, а вот удлинить, потом дошивать можно. Так, проверили. Сделали. Теперь смотрим, где мы с вами будем делать вот эту отрезную линию. Она может быть расположена абсолютно по-разному. Это может быть линия талии. Это может быть выше линии талии. Это не важно. Значит, линия талии у нас расположена. Давайте вот я сейчас так посмотрю. Ну, вот где-то здесь, да? Вот так. Вот линия талии. Но я сделаю немножко ниже. Сам карман мы можем сделать так, чтобы он пришивался. Вот здесь. Можем делать до самого низа. Ну, до самого низа, наверное, он будет большой. Поэтому вот эту вот отрезную линию я опускаю на 5 сантиметров ниже линии талии. Вот. И промеряю. Так, у меня здесь получается 21,5. 21,5 и провожу линию. Еще раз повторюсь, карман может быть пришит под подгиб. Он может быть просто нашит и потом выполнен подгиб. То есть, можно выполнить по-разному. Я пока делаю так. Теперь скос кармана нам должно быть удобно. И, кстати, вот эта линия может быть тоже непрямая. Абсолютно-абсолютно разная. Так, по скосу кармана я смотрю. Вот так вот визуально руку прикладываю, да? Как мне удобно. И вот я прорисовываю скос кармана. Здесь у меня будет потом припуск и немножко прямая линия. Я отступила здесь 7,5 сантиметров. И опустилась вниз на 14,5. То есть, это я сейчас прорисовываю карман. И визуально, вот я на него смотрю визуально. Сейчас, возможно, я его и приподниму чуть выше. Сейчас я посмотрю, что у нас будет получаться. Ну, глубина кармана, хочется ее чуть-чуть приподнять, чтобы он был больше. Ну, это же у нас так в готовом виде будет. Ну, в принципе, можно и оставить и вот так. Но я вот эту линию все-таки сантиметра на полтора. Смотрите, вот видите, когда мы вот так вот с вами работаем, делаем, то мы эти линии переносим. Опять-таки, 7,5. 14,5. То есть, вот красным давайте теперь буду прорисовывать. То, что я меняю. То есть, вот он у меня получился карман. Вот такой. И поскольку он у меня вшивается в разрез вот здесь, то еще одну деталь сейчас мы с вами дополним. Кстати говоря, сам клапан, который мы будем здесь располагать, он может как быть, так и не быть. Вы тоже посмотрите. И его величина тоже может быть разной. Не обязательно, чтобы этот клапан начинался вот там, где карман у нас находится. Мы его можем расположить, даже чуть-чуть удлинить. Вот так. И не обязательно он должен сшиваться у нас в линию, я имею в виду, в боковую. То есть, мы его тоже можем не вшивать. Я сейчас пока прорисовываю. Ну, делаю его, допустим, вот так вот 5 сантиметров. Ну, например. И смотрю. Хочу вот здесь немножко вот так вот, чтобы он был не спрямленный, а немножко вот так вот скошенный. Скругленный даже, я бы сказала. И вот здесь я могу тоже его потом вот так вот сделать абсолютно-абсолютно разной формы. Почему я имею в виду, что его не вшивать? Если мы вошьем с вами в боковую линию, то тем самым нам нужно с вами либо увеличивать вход в карман, потому что он будет мешать. Либо он может быть, ну, вот таким сам по себе. Просто украшать. Не обязательно. У нас все должно быть одинаково. Я имею в виду, что детали могут быть и скругленными, и скошенными. И вот здесь тоже вы, если хотите, делайте скругленную, пожалуйста. Может быть скругление и в одном, и в другом месте. А клапан потом, смотрите, мы можем расположить его, сделать его меньше. Можем сделать его больше. И, допустим, добавить вот здесь там какую-то пуговицу. Ну, например, да. Мы можем его сделать абсолютно-абсолютно разной формы. То есть пока я сделаю вот так. Что еще можно здесь сделать? Здесь можно сделать отрезную и все это вшить. А можно сейчас вот разрезать, добавить бумагу, чтобы как складка, знаете, закрылась. И вот здесь вот была еще складочка. Но я складку делать не хочу. Поэтому пускай так и останется. Ну, я надеюсь, вы меня поняли. Я имею в виду вот так. Если вы хотите вот так вот сделать, чтобы у вас было. Здесь можно даже сделать вот таким образом. Оно накроется и накроет сам карман. И тогда и не нужно и клапан пришивать. Потому что он тогда будет лишним. Ну, я его оставляю вот таким. По спинке. Кокетку можно делать, можно не делать. Я посмотрю это при раскрое. Посмотрю, как у меня будет получаться. Сам карман мы уже прорисовали. Клапан прорисовали. Я потом только пересниму из другой бумаги. Либо вырежу после того, как вырежу полочку. Рукав. На рукавах я сделаю манжеты. Поэтому у меня здесь длина рукава за минусом. Ну, вот так вот я 5 сантиметров срезаю. Манжет будет сантиметров 7. Здесь у меня я могу... Ну, давайте оставим еще миллиметров 5. Сразу припуск на шов. Ну, допустим. Так, и теперь... Хочу сделать еще одну сюда деталь. Такую вот нашить. Ну, я не знаю, как нашивать ее, не нашивать. Тоже будете вы смотреть сами. Сейчас я возьму кусочек бумаги. И я вам покажу то, что я... Ну, то, что я вижу. Да, например. Значит, вот я складываю вдвое. Так. Вот у меня прямой угол. Величина вот этой вот вставочки. Она у меня будет, ну, 10 сантиметров. Смотрите, это широко. Значит, мне ее надо делать сантиметров 8. Поэтому я беру и откладываю... Давайте 9. 4,5. И 4,5. Прямая линия. И теперь тоже с помощью лекала сейчас я, ну, вот просто придаю форму, да. Так, какую высоту я сделала? Меряю. 26 сантиметров. Сейчас буду прикладывать к рукаву. И смотреть. Этот уже я буду делать из другой ткани. Здесь не обязательно не сыпется ткань, ничего. Можно открытый срез оставить. Будет красиво смотреться. Кто хочет, кстати, можем вот так вот прям сверху тоже нашивать серую ткань и оставлять открытый срез. И вот, смотрите, дальше у нас высшая точка оката рукава. И вот здесь мы вырезаем в виде такого лепесточка. И тоже прошиваем. Ну, я думаю, что это тоже будет, ну, такая деталь, которая имеет место как быть, так и не быть. Вы посмотрите сами. Все, теперь все раскладываем на ткань и вырезаем. По рукаву никаких изменений, кроме как по линии низа, да, то, что мы с вами отрезали. Ничего больше не делаем. Это будем вырезать потом. За кокетку тоже посмотрю. Начну сейчас раскрою с брюк. Так, вот сейчас я буду раскладывать детали кроя. Значит, на что мы обращаем внимание. Если вы работаете с велюровыми изделиями, бархатом и так далее, то у нас здесь имеется ворс. И этот ворс может быть абсолютно разной длины. Может быть длинный, может быть короткий. У меня это короткий ворс. Я провожу рукой вдоль долевой кромки. Смотрите, вверх и вниз. И вот я чувствую, что у меня против ворса, это шероховатость, и по ворсу мне гладко. То есть я буду использовать таким образом, чтобы направление ворса, гладкость, да, вот я глажу вот так, и мне легко гладится, смотрелось вниз. Поэтому я сразу беру мел и для себя рисую, а вы для себя, направление. Можно ли декотировать ткань перед раскроем? В зависимости от того, опять-таки, с каким велюром вы работаете, с каким бархатом, не всегда можно декотировать, потому что вы можете ворсинки как-то там заутюжить. Можно декотировать парогенератором на весу, можно, но опять-таки нужно пробовать на кусочках. В нашем случае, работая с этим велюром, абсолютно спокойно я декотировала, ничего не нарушилось, он меланжевый, все хорошо. То есть направление и я сделала. Брюки мы будем выкладывать строго по направлению долевой нити. Долевая нить идет вдоль кромки. И еще один момент. Мы с вами, когда будем кроить, мы будем кроить в одном направлении. То есть я не могу брюки, значит, смотрите, вот сейчас я вам просто покажу, разложить таким образом, чтобы одна деталь смотрелась у меня вот так, вниз, да. А вторая вот так. Нет, ни в коем случае, только вот так. Только в одном направлении и только по долевой нити. Что значит по долевой нити? Смотрите, вот у нас есть серединка при раскроек, когда мы брали. И это направление долевой нити. Поэтому я выкладывать буду таким образом, чтобы от кромки было одинаковое у меня расстояние. Значит, смотрите, вот у меня кромка. Давайте чуть-чуть дальше вот так сдвинуем. Сейчас буду все делать. А смысл сейчас расскажу. Вот у меня середина. Я беру и измеряю. Ну, например, у меня вот сюда 25 сантиметров. Вот, от сгиба. А брючки складываются не вот так, а именно вот так. Да, у нас вот они. Вот они у нас как равняются. И вот так вот пошла линия. Поэтому я меряю, ага, допустим, 25 сантиметров. Вот они. И здесь я уже закрепила булавочкой, да, вот так. Сейчас я буду раскладывать по-другому. Ну, я имею в виду, разложу, разрежу еще кокетку. И здесь я беру 25. И вот так. То есть, вот направление долевой нити я строго соблюла. То есть, вот таким образом я буду вырезать. Теперь я все раскладываю. И вам уже покажу, когда я буду готова вырезать. Или когда я уже вырежу. Потому что разложить все это вы сможете и сами. Так, я поработала. Я сразу вырезала из серого велюра. Вот у меня передняя половинка. К ней еще дошивается 5 сантиметров. Потом мы будем вырезать. Сразу детали кармана. Кстати, я карман один сделала из основной ткани. И нашла у меня был кусочек тоненький трикотажик. Практически такого же оттенка. Ну, вот видите, он немножко разный. Вот так вот, если я вам положу. Но по изнаночной стороне практически такой же сделала. Заднее полотнище. Кокетка. Значит, кокетка. Смотрите, я вам показываю. Что здесь я зашиваю буквально тут 5 миллиметров. И когда вот так вот я прикладываю. У меня, видите, сама кокетка, она меньше по длине. Это сделано специально. Мы вот это все дотянем. Перепосадится. Так нам и нужно. Поэтому я их соединяю вместе. Также я вырезала песок. И манжеты по линии низа. Все сразу складываю и убираю. Для штанишек мне надо только вот эта вот 5-сантиметровая полосочка. Ну, лампас. Убираю штанишки. Опять берем велюр. Опять смотрим направление ворса. И выкладываем так, как нам надо. Значит, ну, вот у меня получилось сразу. Вот у меня направление ворса. Все есть. И теперь раскладываем детали кроя. Все, которые нам нужны. И краем. Спинка будет со сгибом. Полочка будет у меня отрезная. Ой, отрезная. С замком. И вырезала я еще серые детали. Это то, что у нас идет на кокетку. Вот, смотрите, видите? Вот так вот я отрезала. Сделала серым. То, что пришивается на рукавчик, сделала серым. Манжеты, скорее всего, будут делать такие. Клапан кармана. Вот, смотрите, приложите, посмотрите. Сам клапан я его буду делать. Будет интересно смотреться. Но я его, скорее всего, сдвину сюда, ближе к середине полочки. И он будет интересно. Ну, вот здесь. Вот так, чтобы он не мешал к входу в карман. Потому что так он, наверное, будет все-таки мешать. Поэтому длину, возможно, я оставлю такую же. Потом просто беру бумагу, переснимаю. И, соответственно, передвигаю всю. А карман, а карман сам может быть нашит вот сюда. Пришит в боковой срез. По линии низа тоже выполнен подгиб и прошит. Либо сам карман делается короче и подгибается. Это уже вы смотрите сами. Как вам удобнее, так вы и сделаете. А я дальше все докраиваю. И вы уже увидели готовый результат. Продолжение следует...